Всем привет! Поздравляю вас с наступившей весной. Пусть каждому она принесет свою сказку. Весной нам особенно хочется быть красивыми и ухоженными. От этого времени года мы ожидаем чудо. Кто-то мечтает встретить любовь, кто-то найти новую работу, ну а кто-то преодолеть страх, например, сесть за руль. И это относится ко мне. Права у меня уже три года, но если за это время я 10 раз водила машину, то это хорошо. Поэтому себе я желаю этой весной преодолеть свои страхи и наконец начать водить машину. Собственно, к чему такой длинный монолог? Главное в любом деле это уверенность в собственных силах. У нас девушек она очень сильно зависит от внешнего вида. Если мы хорошо выглядим, то и чувствуем себя по-другому, и сама оценка сразу вырастает. Поэтому девушки ухаживали за собой, ухаживаем и будем ухаживать. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом одной из своих любимых масок для тела. Да, вы не ослышались именно масок для тела. Как-то я проводила опрос среди своих подруг на тему, ухаживают ли они за своей кожей подобным образом. Из 10 только одна дала положительный ответ. Почему-то многие думают, что коже тела подобный уход не нужен, но это не так. Она также нуждается и в питании, и во влажнении. Ну а теперь, собственно, маска. Понадобится 1 авокадо, 1 банан, сливки и любое косметическое масло. Масло выбирайте на свой вкус. Мне нравится масло маракуйи, либо виноградных косточек. Эти оба масла прекрасно увлажняют кожу и питают ее. Сливки выбирайте в соответствии с вашим типом кожи. Чем она суше, тем больше жирности сливки нужны. Я обычно использую 10-процентные. Итак, начинаем готовить нашу маску. Банан и авокадо вымойте и очистите от кожуры. Делаем это очень осторожно, потому что кожура у него довольно толстая. Стараемся по минимуму срезать, чтобы больше досталось кожи. Авокадо очистили, и затем его нужно измельчить в блендере. Но если у вас дома нет блендера или лень его доставать, то просто можно порезать авокадо на мелкие кусочки, а потом размять ступкой или вилкой. Это делается очень просто, поэтому все справитесь. Какой спелый попался нам фрукт. Вот такая аппетитная масса из авокадо у нас получилось. А теперь очистим банан. Банан также можно на блендере измельчить или простым дедовским способом, порезав на мелкие кусочки, а потом также размять вилкой, ступкой, у кого что дома найдется. В принципе, все зависит от степени лени. Вот такая смесь у нас получилась. Тягучая, вязкая и очень аппетитно пахнущая. Теперь переходим к следующему шагу. Нужно эту смесь смешать со сливками. Нам понадобится 5 столовых ложек сливок. Аккуратно перемешиваем. Должна получиться довольно жидкая масса. А теперь пришла очередь косметического масла. Нужно 2 чайных ложки. Все перемешиваем. По сути, получается маска чем-то похожая на кашу. То есть она не должна быть такой жидкой, как, скажем, сметана, потому что тогда вам просто будет неудобно наносить ее на тело. Но и в то же время она не должна быть очень вязкой, иначе вы просто не сможете ее нанести. Вот такая масса у нас получилась. Теперь о том, как правильно наносить маску. Отправляемся в душ. Это главное правило ухода за кожей. Чистота. Об этом я уже говорила в первом выпуске. Принимаем душ, только потом делаем любой уход. Либо скраб, маска, неважно. Приняли душ, вытерли кожу, наносим маску и держим ее 10 минут. Смывать теплой водой и наслаждаемся состоянием своей кожи. Она мягкая, нежная и увлажненная. Делитесь впечатлениями в комментариях. Буду вам за это очень благодарна. Надеюсь, что вы тоже будете в восторге от этой маски, оцените ее полезные свойства. А теперь я хочу рассказать вам об одном из компонентов этой маски – авокадо. Авокадо – волшебный фрукт. Он богат витаминами А, Е и В, а также жирными кислотами омега-9. Они просто мега полезны для кожи. Уж простите за эту тавтологию. И главный инструмент в борьбе за молодость. Именно поэтому компания Green Planet выбрала авокадо в качестве главного компонента для балийского мусса для загара. Хочу рассказать о своем знакомстве с этим средством. Я большая поклонница подобных средств. Перепробовала очень много – от масс-маркет до профессиональных серий. И летом, прошлым летом, я узнала о том, что у Green Planet тоже вышел такой мусс. Но как-то я для себя отметила, так как никуда не собиралась в отпуск, не стала покупать. Но осенью 2014 года я отправлялась в отпуск и вспомнила об этом муссе. Бали – это остров моей мечты, поэтому я решила, что куплю именно балийский. Хотя в линейке есть и другие средства – это греческий, калифорнийский. Вот я купила балийский. И буквально через три дня после отдыха решила наконец им воспользоваться. Почему? Скажу, почему только через три дня. Потому что у этого средства невысокий фактор защиты. Всего десятка. И, конечно, если кожа к загару не подготовлена, то лучше им не пользоваться. Иначе вы обязательно сгорите. И после того, как я немножко загорела, я решила продолжить солнечные ванны с балийским муссом. Ну, что я хочу сказать. Загар ложится намного быстрее и ровнее, чем если не пользоваться средством. Все это благодаря специальному биостимулятору загара. Это инновационное такое средство, инновационная разработка у Green Planet. Это не автозагар. Биостимулятор – это компонент, который заставляет кожу вырабатывать собственный меланин. Собственно, за счет этого загар и ложится быстрее и ровнее. Кроме авокадо в составе балийского мусса, масла манго, депантенол. Все полезные компоненты. Поэтому кожа будет не только быстрее загорать, но и она будет увлажненной. Вы когда просто попробуете, я не могу это описать, это просто нужно пробовать. И когда вы попробуете, вы почувствуете, какая она мягкая. Единственное, еще хочу сказать, что нужно наносить его каждый раз после купания, потому что водой он смывается. А теперь приятная новость для всех подписчиц нашего канала. Мы объявляем конкурс на лучший домашний рецепт красоты. Оставляйте свои любимые домашние рецепты под этим видео на нашем канале. И через 30 дней после его выпуска я выберу победительницу, которая получит чудесный подарок. Набор из пяти средств по уходу за собой от компании Green Planet. Причем у вас будет возможность самой выбрать те средства, которые вы хотите. Поэтому, девушки, не упустите шанс стать еще красивей, не жадничайте, делитесь своими рецептами. Еще раз поздравляю всех с весной. Любите и будьте любимыми. И до новых встреч. Всем пока.